С 1 января 1942 года начались занятия на курсах связистов-телеграфистов, организованных районным советом ОСА Авиахима. К занятиям приступило 75 юношей и девушек, которые успешно закончили обучение и пошли на фронт подготовленными. В октябре 1942 года Центральный комитет ВКПБ принял постановление о начальной и допризывной подготовке учащихся 5-10 классов с приобретением военных знаний и практических навыков в объеме начальной подготовки бойца. 3 января 1942 года Бюро крайкома ВКПБ приняло решение о формировании добровольческой Орджоникидзовской кавалерийской дивизии из бывших красных партизан и красногвардейцев. Подано 1663 заявления о вступлении в дивизию. 18 января 1942 года состоялось торжественное заседание членов общественных организаций города Ворошиловска, посвященное проводам ставропольцев кавалерийский корпус даватора. 1 августа 1942 года Крайком ВКПБ объявил город Ворошиловск на военном положении и наметил мероприятие по обороне города. Гарнизон Ворошиловска насчитывал 800 бойцов, воинских частей и истребительного батальона. 3 августа 1942 года немецкая авиация совершила 12 налетов на Ворошиловск. Наступление противника на город осуществлялось при поддержке 50 танков. В 19 часов краевой центр был уже занят немецко-фашистскими войсками. 10 августа 1942 года фашисты вывезли из психиатрической больницы 660 больных и умертвили их окисью углерода в душегубках. В районе хутора Грушового захватчики устроили концентрационный лагерь, где содержали неугодных и тех, кого могли использовать в качестве рабочей силы. 12 августа 1942 года 3,5 тысячи человек еврейской национальности вывезены в район аэродрома города Ворошиловска и расстреляны. 2 октября 1942 года помощник краевого прокурора Клавдия Ильинишна Абрамова арестована гестапо и расстреляна с двумя малолетними дочерьми. КОНЕЦ